Давайте откроем к римлянам, послание к римлянам, 8 глава, 1 стиха. Тема у меня сегодня такая – жить по духу, жить в духе. Все хотят жить в духе, правда? Я хочу жить в духе. В духе – это когда тебя ничего не беспокоит, все хорошо, мир, радость, аллилуйя. Смотрите. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Первый признак, первое то, что мне бросается в глаза – это перестать жить плотью. Плоть меня куда-то водит, правда? Что есть в нашей плоти? Мы учимся, и каждый человек из нас учится нормальным вещам – это страхи. Плоть, она боится всего. Вы знаете, боится всех вещей. Ну, во-первых, вера, она действует противоположно страху. Она говорит – не бойся, не бойся, не бойся, не бойся. Вы знаете, почему некоторые люди не могут бросить грех? Потому что они боятся, потому что они не знают, как жить в новой жизни. Почему Петр шел по воде? Потому что он перестал бояться. Почему он начал тонуть? Потому что стал бояться. Страх – это плоть, которая сковывает нас на определенное время. И что нас учит? Слово Божие – это жить без страха. По духу это без страха. Без страха. Сегодня некоторые находятся в страхе. Вы знаете, оступиться право, влево. И они боятся идти и следовать за Иисусом Христом. Они говорят – как я буду дальше жить? Как это возможно? Итак, нет ныне никакого осуждения. Смотрите внимательно. Первый признак – что я не боюсь. Но второй признак – нет осуждения. Сегодня то, что боится человек, и нас учат – это осуждение, которое он находит на нас и приходит в нашу жизнь. Библия говорит – мы должны судить себя. Но Павел говорит – я не сужу, когда исполняю Слово Божие. Я не сужу сам о себе. Я не сужу, потому что я хочу исполнить Слово Божие. Осуждение является вторым признаком плоти, которое относится к плоти, потому что к духовному это не относится. Его нету осуждения. Вообще нет. Бог не судит нас. Что ты такое говоришь? Он осуждает плоть. Если мы поступаем по плоти. Чтобы не было осуждения, перестань грешить. Просто перестань грешить. Люди думают, что осуждение – это состояние, когда мы судим внутренне себя, что у нас совесть мучает. Слушай внимательно. Осуждение – это когда в тебе есть грех. Осуждение – это когда Бог приходит в твою жизнь и начинает судить тебя. Библия говорит, что суд начинается с Дома Божьего. Когда суд уже начался внутри меня. И вы знаете, тебя мучает это. Тебе тяжело. Ты не можешь жить духом. Перестань жить по плоти. Осуждение перестает работать в твоей жизни. Знаете, что делает осуждение? Осуждение, оно вгоняет человека в такое состояние депрессии. Кто из вас был в осуждении постоянном, в мысленном? Я вам хочу сказать секрет. Бог не дает нам мысленное осуждение. Бог нас осуждает таким образом, чтобы показать нам только единственный выход – это Иисус. И когда мы приходим к Иисусу, мы освобождаемся от этого осуждения. И суд уже не действует на нас. Но когда дьявол приходит, то Иисус не помогает. Вот этого осуждения я боюсь. Когда мы начинаем судить, начинаем судить, просто судить. Судить братьев, сестер или еще кого-то. Мы не показываем выход. Мы не говорим, что возможно измениться. Осуждение. Страх и осуждение. Это то, что относится к плоти. Вторая часть – это осуждение. Я хочу, чтобы вы поняли. Страхи, которые у нас рождаются, потому что Адам сначала согрешил. И Библия говорит, почему ты скрылся от меня? Я убоялся. Страх. Да? Страх. Страх явиться перед Богом. Страх перестать жить своей жизнью. Мне один человек говорит, ну, как я брошу это и то? Я не смогу, я умру. Я говорю, а ты пробовал? Есть Бог, который умер за тебя на кресте. Это замена, чтобы ты не боялся, чтобы ты жил без страха. Сегодня Он забрал этот страх, который по-настоящему действует. Вы знаете, я столкнулся с таким, что алкоголик, когда он пьет долгое время, ему резко бросить пить. У него приходит белочка, там эпилептические припадки могут прийти, такое состояние. Я видел, сталкивался с этим не раз. Смотрел, как это происходит. И так жалко было. И наливали им, потому что они не свободны. Я понимаю, что человек находится в этом страхе. И вы знаете, они боятся одного, они боятся умереть. Этот страх действует. И они умирают от этого. Некоторые даже умирают. Вы знаете, грех, он настолько впивается в нашу жизнь, что мы не алкоголики, но мы уже не можем не грешить, потому что мы умрем, если мы не станем делать то же самое. И поэтому Иисус пришел в нашу жизнь для того, чтобы освободить нас. И нам не надо больше грешить. Нам не надо больше забивать вот эти страхи. И вы знаете, и я столкнулся с теми людьми, которые приходили в церковь, получали освобождение. Еще с перегаром они получали крещение Духом Святым. И у них не было ни эпилептических припадков, ничего не было. И они говорят, у нас и страх ушел. Знаешь почему? Потому что Иисусу все возможно. Все, кто находятся под осуждением, они не могут служить Богу. Они не могут ходить в Духе. Все, кто находятся и живут по плоти, они не могут ходить в Духе. Дела о плоти известны. Это грех. Плоть, она желает противного Богу. И мы начинаем жить по плоти. И вы знаете, и нам кажется, что я не смогу жить иначе. Я грешен. Я прихожу в церковь, знаете, только для чего? Только покаяться. Но это неправильное решение. Правда? Или нет? Давайте прочтем дальше. Есть закон Духа Иисуса Христа. Закон Духа жизни. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона. Вы знаете, по закону этому, мира, есть закон притяжения. Когда бросаешь яблоко, оно падает. Закон греха тоже так же действует. Если человек согрешает, он умрет. Если он не грешит, ему плохо, ему тяжело, ему сложно. Вы понимаете, ты по-другому жить не можешь. Но когда ты входишь в другой закон, закон жизни во Христе Иисусе, пускай ползает, он не мешает мне. Мне даже нравится, когда он ползает. Нормально. У меня... Да, да, ползай. Я разрешаю. Смотрите. Закон Духа жизни во Христе Иисусе. Какой он? Почему он работает сегодня в моей жизни? Потому что я сегодня могу быть свободным. Я могу не грешить. Знаете, некоторые сейчас считают то, что им хочется читать. Смотрят то, что им хочется смотреть. Вы не слышите то, что я говорю вам. А вам надо услышать. Потому что вы думаете, что вы знаете. Но страхи вас мучают. Грех, который тяготит, потому что вы хотите быть как все. Закон этого мира работает на вас. Вы знаете, я верю, что законы не действуют на верующих людей. Законы этого мира. Закон греха и смерти не действует. Законы даже естественные не действуют. Петр ходил по воде, слушайте. Больные исцелялись, как это возможно. Законы не действуют. Тебе надо перестать жить по плоти. Тебе надо перестать видеть и смотреть глазами человека не духовного, а душевного. Человека плотского. Перестань смотреть этими глазами. Потому что, когда ты на себя так смотришь, тебе страшно явиться перед Богом. Но когда ты смотришь на свою жизнь в ракурсе духовного человека, Иисуса Христа, потому что Он умер на кресте, ты становишься свободным. Смотрите. Закон Иисуса Христа освободил меня от закона греха и смерти. Он освободил меня. Вы знаете, это состояние свободы говорит мне о том, что я могу не грешить. Могу не смиряться. Почему я читаю кремлянам? В Римской империи распространено было блуд, прелюбодеяние. Вы знаете, что сейчас тогда правили такие цари, которые не цари вообще были, которые убивали христиан, уничтожали людей, правда? И если вы помните, им тяжело жить было по их законам. Те законы должны были исполняться. И кто не исполняет эти законы, он должен был наказан быть. Закон, который создавался в этом мире. Сегодня мы можем жить по этим законам этого мира или быть свободными. Тебе можно не обманывать, тебе, возможно, не грешить. Тебе можно быть свободным, тебе можно не блудить, потому что ты свободен. Кто тебе это сказал? Откуда это откровение? Свобода приходит не от того, что кто-то тебе сказал, а от освободившего тебя. Мы проповедуем о свободе. Но смотрите. Освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти. Смотрите, что Он сделал. Я хочу, чтобы ты услышал. Он осудил мой грех в своей плоти. Это не значит, что Он прожил твою жизнь вместо тебя. Он осудил грех. Он умер за мой грех. Он только лишь умер за мой грех. Но как тебе жить? Решать тебе. Будешь ли ты жить в свободе, или ты будешь снова идти в рабство греха? Сегодня мы выбираем, и у нас выбор, жить в свободе, или в рабстве греха. И вы знаете, одна лишь есть место, в одном месте я могу быть свободен. Это с Иисусом Христом. В Его теле, в Его жизни, исполняя Его волю. Я не могу быть свободен, находясь без Иисуса Христа. Находясь в этом мире, я буду поступать по законам этого мира, если я один, я не смогу жить без Него. Смотрите, когда они проповедовали в Деянии апостолов, то они говорили, спасайтесь от мира того развращенного, этого развращенного. Они говорили о многих вещах, которые говорят, что закон, он действует, разврат действует, работа действует. Но когда я в церкви, когда я среди братьев, среди сестер, слушай внимательно, когда я нахожусь в Слове Божьем, когда я наполняюсь Духом, на меня действует другой закон. Я живу другим законом. Закон Духа жизни. И он меня освобождает. Постепенно происходит освобождение моего разума. Вы знаете, мы убирали в этой комнате, там сестры убирали, правда, а у нас было служение освобождения. И они убирали, убирали, и там становилось все чище и чище. Еще они не убрали там, но там уже чистенько. Но послушайте, в нашей жизни так же происходит. Наша чистота, она происходит постепенно. Он очищает постепенно. По мере прихождения к нему, когда я прихожу к Богу, я очищаюсь. Ты думаешь, что ты уже очищен? Слушай внимательно. Тебе надо еще много-много что сделать. Тебе надо поработать над собой. Тебе надо искать чего-то. Некоторым надо выход. Закон Духа жизни во Христе. По закону этому надо жить, поступать. Хватит думать, что ты свободен в одно мгновение стал. Знаете, я слышал проповедь благодати, которая говорит, ты свободен сразу стал. Я свободен сразу. Но что я с этой свободой делаю? Дальше я куда иду? Куда я вкладываю эту свободу? Дальше, если я без Бога, своей свободой я могу только войти снова в грех. Я должен искать исполнение Его воли. И смотрите, давайте прочтем 14 стих. Он дает нам жизнь для того, чтобы мы искали, что исполнить. Ибо все вадимы Духом Божиим. Мне надо научиться ходить им. Мне надо научиться вадимом быть. Вы знаете, когда меня водят за руку мама, о, если бы меня учила обезьяна, я бы ходил на четвереньках. Но так, как меня учила женщина, я хожу на двух. все вадимы Духом Божиим, суть сыны Божьей. Я был бы похож на обезьяну, знаете, некоторые похожи на... С кем поведешься? Я не буду дальше заходить. Смотрите, все вадимы Духом Божьим, суть сыны Божьей. Когда мы ходим с Ним, мы становимся похожими на Него. Вы знаете, Иисус, на Него не действовали эти законы этого мира. Вы знаете, Он с бурей разговаривал, запрещал ей, с бесами говорил, и они слушались Его. Вы знаете, что вы такие же? Он просто водит вас за руку сейчас, и Он хочет научить вас сходить вместе с Ним. Потому что, когда Он водит вас, Он говорит, слушай, ты можешь что-то делать сейчас, но я тебе покажу, что ты сможешь дальше. И когда ты начинаешь водиться Духом, слушай, ты начинаешь жить новой жизнью. Первое время у тебя есть тот, который наставляет тебя. Это люди, которые ходят тоже в таком же. Они сыны Божьи. И ты ходишь вместе с ними. Ты стараешься копировать их в какой-то степени. Потом ты понимаешь, что тебе нужен Он. Поэтому вы не приняли Духа рабства. Почему Он говорит, приняли Духа рабства? Потому что Он говорит, на вас не должны действовать законы плоти. Но они же действуют. Где они не действуют? Я вам расскажу, где они не действуют. Когда я читаю Слово Божие, когда я молюсь, поклоняюсь Богу, там Он ничего не действует. А, рассказываю. Вы были в таком состоянии, когда у вас плохое настроение, вы пришли, и вас тяготит что-то. И вы начинаете прославлять Бога, и у вас внутри рождается прославление. Аллилуйя. Слава Богу. И все. И тебе становится свободно и хорошо. Закон Духа жизни освободил меня от закона, который здесь. А, это не внушение. Это не самовнушение. Это что-то сверхъестественное. Это Бог, который может все. И вы знаете, в нем надо ходить каждый день. В нем ты можешь ходить и ездить. Общаться с ним постоянно. Прославлять его постоянно. Находиться постоянно. И я вам хочу сказать, когда я нахожусь в этом постоянно, на меня не действует. О, бывает, я выхожу из себя. А это значит, из закона. Духа жизни. Закон этого мира. Я глядит меня. И нам становится плохо. Ладно, дочитаю. И он говорит, вы приняли Духа Святого не для того, чтобы ходить снова в этом мире. возможно ходить не по плоти. Скажи, можно? Можно. А почему же мы не ходим по плоти? Не по плоти. Почему мы не ходим по духу? Почему мы согрешаем? Боже, прости нас. Вы слушайте, дети падают, когда ходят, и начинают ходить. Ничего страшного. Но они что делают? Но когда это падают взрослые, то они больные. Им надо коляска. Им надо, чтобы кто-то носил их. Это говорит о духовной незрелости, о духовной болезни, которая есть в нас. И это надо лечить. Когда мы осознаем это, то нам надо снова бежать туда, где есть освобождение. Я не хочу, я хочу тренировать свою силу, чтобы снова ходить. Ты пришел в церковь, мы пришли в церковь, мы пришли на служение, и мы ходить должны в духе. Поэтому тренируйся. Что делает молитва? Она тренирует меня, скажи. Да, она меня тренирует. Что делает чтение слова? Она меня тренирует. Хождение в духе. Это еще не хождение в духе. Хождение в духе – это когда на тебя наплевали, тебе что-то сделали, а ты будь благословен, и у тебя при этом мир, а не проклятие внутри. Потому что улыбка может быть, а внутренне – Бог с тобой сделает то, что ты со мной сделал. И вы знаете, некоторые так желают, хотя христиане вроде и ходят в духе. Но он говорит, что хождение в духе – это тренировка твоего духа, когда ты можешь благословлять внутренне даже проклинающих тебя, благословящих тебя и обижающих тебя. И ты молишься за них не потому, что это надо и написано там, а потому, что вот ты живешь. Иисус сидит на кресте, и он говорит, прости им, ибо не знаю, что делать. Это его состояние сердца. Отец оставил его. Но он не от мира сего. Так и вы не от мира. Я вам хочу сказать, что я не от мира, и я вам проповедую это и говорю, что вы должны понять, что хождение в духе возможно. Вы можете ходить по воде. Вы можете видеть чудеса в своей жизни. Вы можете видеть знамение, что Бог с вами, и Он будет свидетельствовать вам. Я прочту что-то, что Он свидетельствует вам. Давайте прочтем дальше. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы жить в страхе. Правда? Но приняли духа усыновления. Он свидетельствует, что у тебя есть Тот, Который позаботится о тебе. Поэтому я хочу сказать, когда я прихожу в дом своего отца, я чувствую как сын. Вы понимаете меня? Я не чувствую как раб. Я чувствую как сын. Я могу занять любое место, потому что я в доме своего отца. И Он свидетельствует, что я сын Божий. Ты знаешь, что ты сын Божий? Тебе надо пережить это свидетельство внутренне. Тебе надо тренироваться, чтобы дух твой свидетельствовал тебе, духу твоему, что ты все-таки сын Божий. Потому что это тренировка. Вы знаете, когда ты долго говоришь себе, кто ты, ты можешь им стать. Ты можешь стать этим человеком. Ты можешь быть благословением. Этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. О, давайте еще что-то прочтем. 14 глава Кримлена. Царство Божье. 17 стих. Ибо Царство Божье это не пища и питье. Это не когда у тебя все в порядке и хорошо. И все стабильно. Царство Божье – это хождение в духе. Еще раз повторюсь. Царство Божье – это когда ты можешь ходить в этом царстве. Оно не действует на тебя. Да, законы этого мира, они работают против тебя, но Царство Божье, оно не покидает тебя. Плоть, она требует чего-то. Плотью ты будешь служить чему-то, ты будешь делать, но ты можешь ходить в духе, и оно не действует на тебя. Тебе хочется кушать. Скажи, да, моя плоть требует еды. Это нормальное явление. Это закон этого мира. Правда? 40 лет евреи кушали в пустыне. На них не действовал закон. этого мира они не выращивали, они не сеяли. Они не в поте лица добывали пищу. Вы меня не услышали только что. Они были в Царстве Божьем, и они были недовольны. Как можно находиться в Царстве Божьем, когда Бог заботится о тебе и быть недовольным? Можно. Возможно. В репцентре можно. За тебя беспокоятся, заботятся, все, молятся с тобой. уйду, все, не хочу здесь находиться, мне не нравится, порядок, распорядок. Все, жизнь не нравится. Понимаешь, недоволен. Великое приобретение. Быть Царством Божьим. Быть довольным. Быть благочестивым, довольным. Давайте дочитаем. Царство Божье, это не пища и питье, но праведность. Праведность, это правильное положение перед Богом. Скажи, праведность, правильное положение перед Богом, хождение в духе. О, стоп, еще раз говорю. Когда ты ходишь в духе, ты будешь в правильном положении, ты сын мой, возлюбленный, тренируйся, чтобы исполнять его волю. Правда? Кто-то думает, что праведность, это когда мы приняли Иисуса Христа и поверили. Это начало только. Начни тренироваться. Начни тренировать свой дух. Праведность. Скажи, праведность. Праведность. Аллилуйя. Мне нравится это слово. Праведность. Правильное положение перед Богом. Если ты исполняешь волю Божью, если ты сначала спасаешь свою душу от греха, это нормально, но потом тебе придется спасать еще некоторых. Понимаешь? Потому что это правильное положение. Иисус, Он посвятил свою жизнь ради кого-то, и Он говорит, слушай, я за них посвящаю не только за тех, которых ты дал мне, но и за тех, которые будут верить, по слову их. Он уже запланировал, что они будут проповедовать. Вы понимаете, праведность, это когда мы привлекаем души. Дальше. Царство Божие. Мир. Я проповедовал, что мир Божий, который превыше всякого ума, может соблюдать меня. Но есть еще то, что я говорил в это воскресенье. Радость. Мне надо радость. Каждый день находиться в радости. Хождение в духе, это когда ты радостный. Радостный, когда у тебя все в порядке. А когда все не в порядке, тренируйся. Поэтому Павел говорит в некоторых посланиях, радуйтесь. Понимаете меня? Когда впадаете во всякие различные искушения, радуйтесь. Еще говорю вам, радуйтесь. Еще говорю вам, радуйтесь. Он повторяет несколько раз. Он говорит о радости, которая должна в нас быть. То есть, другими словами, я должен ходить в духе. Что значит хождение в духе? Я тренирую свою плоть, чтобы она была мне послушна. Она должна меня слушаться. Она должна меня слушаться. из-за этого я пришел и посадил ее в церкви. На этом месте слушаю проповедь внимательно. Внимаю всякому слову. Я читаю и открываю Библию вместе с пастырем. Я молюсь тогда, когда нужно молиться. Я заставляю свою плоть. Есть люди, которые непослушны. Вы знаете, их менять очень сложно. Но Бог, Он готов даже смирить ходящих гордо. которые гордецы. И они думают, что они все знают, все постигли. И они все знают. У них вся история впереди. Они все знают. Все знают. Вы знаете, интересная вещь, когда Иисусу пришла Мария, знал, что Он должен делать. И в Кане Галилейской первое чудо, которое совершилось, это с вином. Помните? Он превратил воду в вино. Он говорит, я не хочу этого делать. Он послушался. Она мама. Правда? Вот интересная вещь. Я раньше думал, почему Иисус слушается эту женщину? Кто она такая ему? Она мама. Родители, надо слушаться. Послушание лучше. Поэтому, когда мы слушаемся, слушайте, это благословение. В послушании рождаются чудеса. В послушании приходят благословения. Ученики видели чудеса, которые Он был. Были в Царстве Божьем. Я хочу видеть чудеса, но без послушания это невозможно. И смотрите, интересно. Мы этим служим Христу. Тот угоден и достоин одобрения от людей. Итак, дай восьмую главу. Все, вадимые Духом Божьим. Суть Сыны Божьей. Они по сути Сыны Божьей. Я должен тренироваться в Духе. У кого из вас запланированное время по утрам молиться? Четко у вас есть распределенный час для молитвы. Хождение в Духе. На протяжении дня меня не интересует. Хождение в Духе. Иисуса была ночь. Целую ночь молился. Потом спускался, когда убедствие видел. Молился за Ним. Вы знаете, нам надо тренироваться для того, чтобы ходить в Духе. Если вы хотите быть и служить, надо тренироваться. Потому что хождение в Духе, оно заставляет нас тренировки. Мы должны быть. Вы знаете, я еще не видел, чтобы боксеры выходили на ринг и они получали призы, первые места не тренируясь. Это ненормальные какие-то боксеры, наверное. Они всю жизнь тренируются и Кличко говорит, я должен годик прийти в форму, чтобы бороться за этот куб. за этот поезд год тренироваться. Некоторые хотят служения сразу. А готов ли ты ходить в Духе? Молиться. Час молитвы в день по утрам, когда все спят. Это же зачем? А что это такое? Это смирение плоти. это плоть, которую я должен умертвить, которая хочет спать сильно, которая ноет тебе все время и говорит, что у тебя ничего не выйдет. Прорывайся. Ты должен убить ее сразу, потому что когда ты будешь думать, что ай, благодать Божья, слушай внимательно, благодать Божья может тебя завести в одно место и сказать, у тебя ничего никогда не получится. Ты будешь, знаешь, я люблю американские горки, но только раз в жизни, в начале, а потом праведника путь вверх, чтобы уклониться от предисподней внизу. Смотрите, ибо все, водимые Духом Божьим, суть цены Божьей. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которое во Христе. Если ты терпишь на себе осуждение и чувствуешь, что ты находишься в осуждении и в страхе каком-то, значит, где-то ожила твоя плоть. У меня это признак. Я не знаю, как твой признак, но это мой признак. Осуждение, потому что закон этого мира, он работает и страх. Помните, Иисус идет по воде, не бойтесь. Где Иисусу Бог говорил не бойся? Вы где-то читали это? А где Он его осуждал? Он в Духе ходил всю жизнь. Вы понимаете, у нас есть хороший пример хождения в Духе. мы можем научиться от Него. Если ты имеешь вот чуть-чуть страх, у тебя не выйдет, кто тебе нашептывает это? Знаешь, кто? Это не дьявол даже. Хватит на него валить. хватит обманывать себя. Умертви его. Тебя закопать. Закон Духа. Смотрите. Пятый стих. Давайте прочтем и я заканчиваю. Живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышление. я вам хочу сказать, что чаще всего нас уводит в этот страх. Мы начинаем мечтать, но неправильно. Вот у вас есть духовные мечты? Знаете, кто формирует твою мечту? Вот я хочу, чтобы есть мечта, которая в твоей жизни сформировалась. Она есть. Но кто формирует твою мечту? Моя мечта это спасение города Борисполя. Это не было самой главной моей мечтой. Знаете, в детстве я о чем мечтал? Я в детстве мечтал уехать в Америку и жить там. Плевать мне на все и на всю эту страну и на всех. Это моя плоть так мечтала. Кто это сформировал? Мои друзья, знакомые, близкие. Да? Я помечтал об этом чуть-чуть, но как только я пришел к Богу, Он начал формировать во мне мечту из общения с Ним, из откровения. Я хочу сказать, что кто сегодня влияет на твои мечты? Этот мир, друзья твои, знакомые, жизнь как у всех, я не хочу даже жить как у всех. Меня устраивает все. У меня есть другая мечта. Вы знаете, есть то, что по-настоящему является твоей мечтой. Когда Бог начинает формировать. у Иосифа Бог формировал мечту, Он давал сны, откровения, садил в темницу, в яму, но мечта у него была сформирована. Если у тебя мечта уже сформирована, что бы ни происходило, ты будешь бороться за днем. Ты будешь идти к той цели. Но если она еще не сформирована, тебе надо бежать в дух. Тебе надо ночные молитвы посещать, потому что ты не стоишь твердо на ногах, не имеешь откровения, что ты Сын Божий. тебя тянет к плоти. О, я хочу жить так, как все. Простого женского счастья, простой мужской любви, какой-то, какой-то этого, еще чего-то. Ну, это мечты всех, да, которые формируют нас, окружение. У меня нету этих желаний, чувств. Умертвите их. Как только вы начинаете умерщвлять это, то и покажется на горизонте, знаете, и счастье, которое от Бога, и по дороге Бог благословит вас, в чем вы нуждаетесь, и усилит, и укрепит вас. Правда? Скажи, аминь. Потому что Он знает, в чем вы имеете нужду. Скажи, Бог печется обо мне. Это не значит, что я не должен работать. Я работаю и советую всем работать. Трудиться это хорошо, работать это хорошо. Трудящийся достоин пропитания. Понимаете меня? Если вы трудитесь, но если вы мечтаете, но неправильно, ваша жизнь под угрозой. вы выйдете из духа все равно. Вы выйдете из духовной жизни. Вы выйдете из состояния для духовного человека. Пастыря так падают, вы знаете это? У них мечта, приоритет сбивается. Служителя падают так. Им хочется еще чего-то. У них мечта чуть-чуть другая. вы знаете, я верю, что Бог нас избрал для чего-то. И вот это избрание, Он формирует нас по мере того, как Он дает откровение. И это формирует нас в духовного человека. Живущий по духу не осуждается. Живущий по духу не имеет страха. Он не имеет сомнения. Он не боится ничего. Живущий по духу человек силы. сегодня тебе надо выйти в это состояние. Иисус умер за это. Чтобы мы сегодня могли жить по духу. До этого я не мог вырваться из закона рабства, греха, смерти. Все под законом. Кстати, Ветхий Завет, если читаете, они не могли вырваться из закона греха и смерти. Поэтому, смотря на Давида и на всех остальных, я смотрю, что они жили как все, поступали как все, грешили даже. Мы думаем, мужи веры. Они мужи веры, когда боролись с ним и вставали. Со временем пришел Сын Божий для того, чтобы мы освободились от греха и жили по духу. И мы сегодня имеем возможность эту жить. И ты имеешь возможность больше не грешить. Тебе просто надо принять его. Чтобы он формировал в тебе новые цели, новые планы, новые идеи. Чтобы он сформировал в тебе все новое. Вы знаете, он сказал, когда я молился сегодня, он говорит, я творю все новое. Боже мой, я каждый раз это слышу и удивляюсь. Он творит все новое. Я понимаю, что и в церкви творит все новое. Во мне творит все новое. Новое человеко, новые цели, новые планы, новые. Скажи, все новое. Давайте встанем. Спасибо.